Так получилось, что очень и очень многие организаторы мероприятий ушли сюда, я имею в виду в онлайн, в том числе и я. Это, то есть, самоизоляция явилась триггером, чтобы наконец-то люди обратили, не то чтобы обратили внимание, а наконец-то переместились в эту область. Но, по-моему, мероприятия не денутся никуда. Как людям хотелось добираться, как людям хотелось встречаться, как людям хотелось видеть что-то интересное новое, они это будут продолжать и делать и дальше. Как ты думаешь, хотелось бы услышать в двух словах, немножко информацию о тебе, чем ты занимаешься и что интересным можешь предложить людям. Так, чтобы не очень сильно долго, чтобы это был именно анонс и понимание тому, о чем будет у нас с тобой разговор буквально в ближайшее время. Меня зовут Осип Бурлов, мы строим ивент-площадку, точнее, экосистему для ивент-индустрии, пытаемся соединить как раз то самое стык онлайна и оффлайна создать. То есть, мы даем возможность каждому человеку в любой точке мира посещать мероприятие, которое бы он хотел, даем возможность организаторам создавать мероприятие, вне зависимости от количества человек, которые посетят это мероприятие, вне зависимости от сложности этого мероприятия. Мы делаем для них инструмент, чтобы они могли организовать в любой точке мира свой ивент и получить из этого максимум удовольствия самим, а не так, как это сейчас на горячем велосипеде ездить, и могли дать это удовольствие своим посетителям. А также мы туда добавляем исполнителей, которые хотят оказывать свои услуги для ивент-индустрии, то есть фотографировать, привозить, делать кофе-брейк хороший, чтобы давать свои площадки для того, чтобы люди могли на них размещать свои мероприятия, то есть платформы, так сказать, рестораны, лофты и прочее. Я услышал тебя. Маленький такой вопрос. Для того, чтобы быть на мероприятии, там много звезд должно сойтись. Я имею в виду, много вещей должно быть в одном месте. Мы имеем в виду оффлайн-мероприятие. Должно быть хорошее место, должна быть хорошая атмосфера. Люди, которые туда придут, сцена, площадка, выступающие фотографии, видеографии, кофе-брейк, после кофе-брейка, автопати. Вот там много. То есть в данном случае я слышу, я понимаю, что скорее всего вот это все, то есть вот этот весь комплекс мероприятий, можно подсмотреть в одном месте, а не бегать за каждым откуда-то. Абсолютно бесплатно, да. Вы можете подобрать всех исполнителей на нашей платформе, и мы с вас не возьмем за это ни рубля. Исполнители также бесплатно размещаются у нас на платформе. Мы стараемся сделать это максимально удобно для всех участников рынка. Вот. И хотим отвечать принципиально на три важных вопроса. Первый вопрос – это что посетить согласно своим интересам. Представьте, что вы приехали условно в Рио-де-Жанейро. У вас нет никаких знакомых, вы туда переехали и, собственно, думаете, что же вам делать. Вы хорошо разберетесь. Смотри, я думаю, что люди сейчас как делают. Они, первое, смотрят в Facebook, указывают локацию, смотрят ближайшие мероприятия в Facebook и так ориентироваться. Во всяком случае, делают я. Некоторые идут в Eventbrite, некоторые идут на Metap.com. Что вы предлагаете такого интересного? Это похоже? Частично. Eventbrite – это онлайн-история, Metap тоже – это онлайн-история. Мы же предлагаем стык онлайна с оффлайном. То есть вы приехали в Рио-де-Жанейро, вы разбираетесь в маркетинге, хотите получить знакомых новых в рамках этого маркетинга и, соответственно, поделиться своими знаниями и узнать что-то новое самостоятельное. Ну и плюс контакты, чтобы у вас появились. Соответственно, как вам это сделать? Да, вы пойдете на Facebook, на Eventbrite, кучу разных мест посетите. Если вам повезет, то, наверное, что-то найдете. Ну а если не повезет, то, соответственно, тут такое. Мы предлагаем конкретно с конкретными датами. То есть вы можете указать огромное количество дат, ну то есть разброс дат, как в букинге, грубо говоря, и посмотреть, какие ближайшие мероприятия в рамках маркетинга будут проводиться. Увидеть их, бесплатно найти, прийти, посетить себя, показать людей, посмотреть с людьми, пообщаться. Это первое. Второе. Должен быть стык онлайна с оффлайном. То есть мы не должны уходить именно в онлайн или в оффлайн. Почему мы не можем отцифровывать, допустим, какое-то событие в оффлайне? Поставили камеру с трех разных моментов, правильно? Записали или транслируем прямо на Zoom, например, и так далее. Так делают, многие делают, просто это не так актуально, как будет сейчас. То есть если раньше кто-то это делал, то считались продвинутые, типа могли посмотреть люди из онлайна, как идет мероприятие в оффлайне. То есть сейчас я думаю, что если мы предоставим все инструменты, это могут делать все. Сти прозрачность. То есть знаете, помните, когда такси заказывали? То есть когда из Домодедова от 5 до 10 тысяч стоило до Москвы доехать. Однако пришли агрегаторы, Яндекс.Такси, Uber и так далее, которые сказали, нет, это стоит вот столько, и все. Те, кто не согласились, ну ладно, подождем пока согласитесь. И соответственно тут то же самое примерно. Мы хотим внести прозрачность, чтобы заказчика не обманывали. И соответственно исполнитель понимал, сколько он смог спрогнозировать, сколько он заработает денег. Чтобы это было прозрачно и понятно обоим сторонам. Чтобы ивент-агентства не наценивали там 100-500 процентов. То есть когда это мероприятие где-нибудь за рубежом стоит, например, в замке в Германии 15 тысяч евро, они за это берут 250 тысяч евро, потому что российские заказчики не знают, что это стоит дешевле. Ну типа того, понимаете? Круто, это очень приятно слышать. То есть поскать, давай, чтобы мы как бы очень сильно не растягивали анонс, поговорим об онлайн части. Потому что она немножко отличается. Есть ли у тебя там какие-то ивенты, потому что от оффлайна мы никуда не денемся, он нам нравится. Мы вот сейчас просто как открыли там самоизоляцию, люди отпустили, они вышли подышать воздухом, им хочется пребывать в этом хорошем настроении. Это точно. Скажи про онлайн, да, слово. В онлайне мы опять же делаем для организаторов возможность создавать лендинг, как и все остальные, правда, возможности группировать своих людей по интересам. То есть мы собираем, помогаем человеку формировать профайлы его посетителей. Исходя из этих профайлов, он может таргетировать внутри нашей платформы конкретные мероприятия для конкретных людей. То есть если у вас около тысячи человек, то у них, как правило, разные интересы. Соответственно, для того, чтобы тонко чувствовать эти интересы и увеличивать конверсию в свои мероприятия, вы просто видите это, и когда вы создаете мероприятие, анонс уходит тем людям, которым это будет интересно. И замиксовка также происходит. Мы также даем возможность нетворкинга в онлайне. То есть мы ее создаем, нас хейтят и пытаются с нами спорить. Но по факту проблема в чем? Если человеку неинтересно и он не хочет общаться, то он должен об этом сказать. Если он хочет пообщаться и ищет нетворк постоянно, то он, соответственно, заполняя профайл, который организатор попросил, ставит возможность нетворка, и ему приходят коннекшены. Это очень хорошая фича, согласен, да. Да, то есть если он отказывает от этих коннекшенов, то контакты, соответственно, не происходят. Если он подтверждает, то его контакты, он видит контакты человека, который отправил этот коннекшен, и, соответственно, человек, который отправил этот коннекшен, тоже вид его контакт то есть это не так как у остальных конкурентов типа знаете как соцсети